Ипотечных кредитов в Хакасии берут все больше. По мнению экспертов, рост продолжится. Других способов купить жилье у большинства населения попросту нет. Чтобы привлечь заемщиков, банки проводят акции, власти сочиняют программы. Надежда Винокурова пыталась в очередной раз понять, стала ли ипотека народной. Ипотеку сейчас можно взять практически в любом банке. Первоначальный взнос от 10 до 30% стоимости жилья. Если брать стандартную двушку в панельном доме, это уже несколько сотен тысяч рублей. Плюс купленная квартира остается в залоге у банка на 10, а то и все 25 лет. Для банков ипотечные заемщики – самый выгодный клиент. По ипотеке невозврата очень мало. Практически их нет. Бывают, конечно, единицы, но люди, которые идут направлено за кредитом, это люди, которые уже обдумали такой серьезный шаг и уже своевременно платят. Исторический максимум ипотечной активности в Хакасии пришелся на вторую половину 2010-го. Тогда в регцентр обратились больше 2,5 тысяч человек. Закон предусматривает нашу регистрацию в течение пяти дней. Мы сейчас чувствуем, что наша работа очень напряженная. И каждый день идут у нас вот эти пятидневные регистрации. То есть ипотека практически каждый день. Для банков ипотека – источник стабильного дохода. Для населения – единственный способ купить собственное жилье. Представители кредиторов признают – рассчитывать заемщику на чью-то помощь не приходится. Программы тоже заточены под какие-то предупреждения. Ей семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий. Там есть масса параметров. Должно доказать, что я этим нуждаюсь. В самом невыгодном положении – молодые семьи, жители сел, бюджетники и те, кто получает зарплату в конвертах. На сайте практически каждого банка сегодня работает ипотечный, по-другому кредитный калькулятор. Проведем эксперимент. Социальная ипотека на 15 лет, необходимая сумма кредита – 1 миллион рублей. И получается, что чистый доход заемщика должен быть как минимум 20 тысяч, из них 18 он будет ежемесячно отдавать банку. Эта сумма превышает официальную среднемесячную зарплату среднестатистического жителя Хакасии. Банкиры составили портрет идеального заемщика – того, кому по силам грабительские условия кредитования. Это супруги 30-35 лет, зарабатывающие как минимум по 30 тысяч в месяц, имеющие одного-двух детей, желающие улучшить жилищные условия. Например, переехать из однокомнатной квартиры в трешку. В этом году счастливчиков, получивших ипотеку в республике, пока всего 2 тысячи. Между тем, только в Абакане улучшить жилищные условия хочет практически каждый второй житель. Надежда Винокурова, Владимир Байкалов, Новости, 7-й телеканал.